Представляем Meizu M6s. Смартфон новый во всем. Широкоформатный экран нового поколения. Процессор Exynos. Удобный быстрый боковой сканер отпечатков пальцев. Поддержка быстрой зарядки. Всего за 13 990 рублей в России. А с другой стороны даже пугает где-то. Не родится на свет и будет, конечно, очень обидно. Все пошли посмотреть, что же там у нас такое живет. Кто там такой? Привет, я Энни Мэджик. Со мной тут мои собачки, кошечка и другие домашние животные. Но сегодня, ребята, видео будет не совсем о них, а об этом таинственном подарке. И когда я увидела, что внутри этого пакета, я подумала, что вы по-любому захотите распаковать его вместе со мной. Так что вот этим мы сегодня и займемся. Не зря же я так видео назвала. Подписывайся на мой канал, чтобы никогда не пропускать новые ролики и начнем. Снимать буду близко, чтобы вам было все хорошо видно. Внутри пакетика вот такая вот стеклянная баночка. Но самое главное лежит на дне пакета. Тут такая как бы крышечка с сеном. На ней закреплен такой камешек красивый. И что-то похожее на шарики Орбис там на дне лежит. Банка достаточно большая. Она примерно вот такая по размеру с обычным маленьким айфоном. Также в банке лежала инструкция. И когда я увидела, что на ней написано, я лично все сразу поняла. Домашний бабочкарий. Или как еще называют ферма бабочек. Но не живых бабочек, как вы могли подумать. А целых пять. Пять питомцев. Пять страшненьких, а для кого-то может быть и красивеньких. Коконов, куколок. Из которых потом вылупятся, выйдут, родятся. Не знаю. Неземные безумно красивые создания. И сегодня мы с вами этим и займемся. Бывает у вас такое, когда от предвкушения дрожат руки и ладошки потеют. Вот сейчас у меня так. Давайте я освобожу комнату от песиков и киски, чтобы не произошло ничего непредвиденного. А вы пока что ставьте лайк этому ролику, если хотите продолжение увидеть, как же все развивалось, как изменилось и какими стали наши бабочки. И напишите в комментарии пять имен, предложения, как назвать наших пять новых питомцев. В этой нашей коробочке лежат куколки. Блин. Ой-ой-ой, они что? Я узнала, что куколки, ребят, действительно могут двигаться и издавать звуки. Их даже можно брать в руки. Главное не сжимать. Итак, по инструкции нам нужно открыть крышку, пересыпать аквагрунт или орбис, как принято на ютубе называть, в банку. Налить в ферму 300 мл воды строго до отметки на банке. А теперь в полосатую палочку, ровно в точке, отмеченной на ней, нужно воткнуть булавки с куколками, перпендикулярно палочке, и чтобы куколки были на конце булавок. Если честно, я думала, мне будет не очень приятно смотреть на коконы, но через пару минут они мне уже даже кажутся милыми. А если еще помнить, что из них родятся невероятно красивые бабочки, то вообще круто. Вот эта гладкая, нежная, блестящая куколка, похожая на капельку наоборот, это будет, наверное, самая главная бабочка в этой коллекции. Потому что это морфо, одна из самых красивых бабочек в мире. Размах крыльев до 16 сантиметров, вы только представьте, ребят, она небесно-синего цвета с металлическим отблеском. Вот так она должна выглядеть. Эта бабочка из Центральной Южной Америки. Кстати, можно так ее и назвать, морфо. Еще тут есть две куколки чуть разных размеров, похожие на куколки разных бабочек-парусников, с очень большим размахом крыльев. И определить, какая из них, очень сложно для новичка, ведь их коконы похожи, и я облазила весь интернет. Вот так, например, выглядит куколка и бабочка-парусник Румянцева с Филиппин. А это парусник Леви из Индонезии. Это парусник Полит из Юго-Восточной Азии. А это парусник Мемнон из Австралии. Ой, шевельнулся, не видно было. О, шевельнулся. А, пищит. В общем, вот эта вот куколка поменьше и вторая такая же, только покрупнее, они очень похожи на эти парусники. И я, если честно, не знаю, как идеально определить. Можно назвать их Чук и Гек или Чип и Дейл. А когда родятся, уже будем знать точно, какие были эти бабочки. А вот эту вот следующую страшненькую куколку-монстра определить оказалось очень легко. Слишком уж она выделяется и отличается от остальных. Это парусник Кацебу. Размах крыльев 8 сантиметров, и все эти бабочки черно-красного цвета. Выглядят вот так. Как насчет того, чтобы назвать этого малыша, например, Red или Black? И пятая куколка, я предполагаю, что это куколка бабочки Гиполимна с Балина. Этих бабочек еще очень красиво называют диадемами. За их яркие синие, белые и красные цвета. Они распространены в Индии и других странах. Вот так они выглядят именно бабочками. Какое бы имя придумать этой куколке? Вы только представьте, ребят, что благодаря этому подарку с этой минуты мы с вами начинаем наблюдать за рождением новой жизни. Саму палочку по инструкции нужно поместить в баночку и накрыть крышечкой. А сейчас я кое-что расскажу. У меня, если честно, ребят, какие-то смешанные чувства. С одной стороны, меня это восхищает, а с другой стороны, даже пугает где-то. Я никогда в жизни так близко не сталкивалась с подобными вещами. И для меня это какое-то волшебство, какая-то мистика просто. Кстати, по поводу мистики. На моем канале Немэджик тоже сегодня новое видео из мистического квеста. Продолжение. Ссылочку на него я оставлю там внизу. Обязательно сходите и посмотрите. Помогайте с подсказками. Ну и на канале Мэджик Пэт, скорее всего, тоже видео. Тут на палочке у нас пять коконов, куколок, которых, я надеюсь, правильно определила. И в инструкции написано, что бабочки рождаются от срока двух дней до двух недель. То есть мы не знаем, когда это случится. Я надеюсь, у меня получится это заснять. И, возможно, даже я сделаю стримы. Кто-то из вас это увидит, если вдруг это случится не при мне. Доставать бабочку из банки можно через два часа после рождения. Кормить бабочку можно через сутки после рождения. Кормление бабочки это вообще отдельная история. Я думаю даже снять об этом отдельное видео. Кормить бабочку нужно один раз в день или через день. Самый простой способ это приготовить для нее сахарный или медовый сироп. Потом нужно бабочку эту взять, аккуратно на него положить, расправить ей хоботок при помощи зубочистки. В общем, это целая история. Я надеюсь, я для вас это сниму, если вам будет интересно. Как ухаживать за бабочкой, общие сведения и так далее. Опасность есть такая, что это все-таки живая природа. И кто-то из них, из этих маленьких пупсиков, может просто не вылупиться. Правильно я говорю? Не родиться на свет. И будет, конечно, очень обидно. Но я надеюсь, у нас все получится. И мы вместе с вами увидим этот процесс от начала до конца. Кисались, так делать нельзя. Нет, нет. Все пошли посмотреть, что же там у нас такое живет. Кто там? Кто там такой? Что это там такое, а? Интересно, бабочки каким-то особенным образом пахнут для собак? Они понимают, что это такое вообще? Наверное, нет. Поставлю я свою ферму, конечно же, в недоступном для собак и тем более киске и алиске месте. И температура в этом помещении должна быть у меня от 18 до 28 градусов, чтобы никто не замерз и не перегрелся. И я очень надеюсь, что у нас все получится. Так что увидимся скоро в новых видео.